Привет, друзья! Вот посмотрите, это Фёдор Макаров, который редактировал нашу книжку замечательную «Национальная идея России. Генератор будущего». Да, посмотрите там, кто не посмотрел. Я так смотрю, там никто не посмотрел, ну потому что, может быть, к книжкам интереса нет никакого. Или «Национальная идея сегодня не модная». Да нет, там же и метод-ключ, и о том, как создать международную платформу, чтобы создать мир на планете. И вот сейчас совершенно неожиданно я со своим другом разговаривал, он чеченец, Абдул Гемея, мы как раз-таки с ним вместе проводили встречу, запись, посмотрите, и там он мне вдруг говорит, а вы знаете, вот ваша идея очень похожа на идею Жак Фреско. А я говорю, слушай, это же удивительный человек, я Феде рассказываю. Жак Фреско, это же проект Венера, а Феде говорит, да-да-да, это интересно. А я как раз Абдул Геме говорил, что, а может, потому у него не получилось вот это вот, проект-то колоссальный, я его так люблю, проект Венера и Жак Фреско. Это просто необычайно удивительный человек, планетарного мышления. Ну, почему у него не получилось, я так думаю. Ну, где-то получается там, получается. Ну, в принципе, вот, вборвалось, его сейчас нет уже. Наверное, потому не получилось, потому что там нету все-таки то, что делаем мы, а именно науку человечности. А Абдул Геме мне говорит, слушай, надо там ответственность поставить одним качеством. В этом аналитии вот этих граней свойства, любовь, сопереживания, сотрудничество. Я почему все время повторяю? Чтобы это прямо вот этот магнит с этими свойствами, оно либо у человека есть, либо нету. И все эти качества, все эти свойства, параметры, признаки, Абдул Геме мне говорит ответственность. Потому что первый человек, говорит, был ответственен за все, потому что он разумный. Ну, я-то воспринимаю это как метафоры, да, а в религии это так воспринимается как религиозная картина мира, Адам, ответственность. Ну, да, ответственность. У нас на Кавказе есть такое понятие «наму» с той совестью, а там мне говорили честь, честность. Ну, я вам предлагаю, пожалуйста, пишите еще вот эти вот свойства, вот этого качества человечности. А я, Федя, знаешь, вчера слушал Хакамаду. Она на вопрос журналистки про Навального, она говорит, в нем не хватает человечности. Она так говорит, а что вы имеете в виду? Она говорит, ну, например, улыбки, самоиронии. А я подумал, разве это? Ну, вопрос спорный немного, я бы так сказал. Он революционный слишком, у него вот такой порыв революционный. Ну, вот я поэтому к вам обращаюсь, друзья, что человечность-то, наверное, не только в этом заключается, чтобы улыбаться, чтобы мимика была. Не только в том, что есть ли жесткие или не жесткие, теплые или нетеплые, эмпатии. А человечность как раз-таки может быть в том, что мы как раз-таки и хотим, чтобы, пожалуйста, вот эти параметры, параметры, будем сейчас определять. Есть много-много-много-много граней, чтобы мы определили. И самое главное, что пока мы эту науку человечности определяем эти понятия. Вот мне из Ингушетии или Чечни там писали, что кавказские традиции, например, да, кавказские традиции. Но я говорю это правильно. Я сам человек кавказский. Действительно, там народы очень дружные. Это пример для всего земного шара. Но если говорить об уважении к старшим, ну этого же недостаточно, а это и так понятно. Потому что не только на фразе есть уважение к старшим, правильно? Вот поэтому нам нужно определять вот эти вот все понятия человечности. И вот Жак Фреско. Фреско. Проект Венеры. Вы посмотрите, кто не видел. Потрясающий человек вселенского масштаба. Да. А вот я вам хочу сказать, что как раз-таки тот кирпич, которого у него не хватало. Может, потому проект такой мощнейший у него проект. Может, поэтому мы сейчас, может быть, у нас есть шанс все-таки помочь планете выжить. Дать ей дыхание, сохранить разум на планете. Может, потому что у нас есть это, то, чего у него не было. Наука человечности и метод ключа к этой науке человечности. Я с вами согласен. Может быть, как раз у него слишком все как бы затехнологизировано. Он изобретатель. Слишком все это глобально. Слишком вот такой инженерный подход. Вот все эти города, безотходное производство, солнечные батареи, технологии, технологии, технологии. А вот это не то, что души или духовности, но вот чего-то такого, может быть, и не хватает. Духовная нравственность. Ну, он же западный человек. Поэтому мы сейчас дальше продолжаем науку человечности. Причем мы сейчас вот провели бесплатный ликбез, молодильный райский марафон. Я показывал много-много разных вариантов, чтобы каждый из нас мог подобрать, перебирая эти варианты, развивая одновременно поисковую активность мозга, способность работать с неопределенностью. Это развивает эти качества. И в то же время, находя какой-то прием, я видел вчера, что, наконец, человек, у которого ничего не получалось, она говорит, несколько лет я там пыталась по вашим роликам делать, ничего не получалось. И вдруг оказалось, что просто надо было знать о факторе времени. То есть человек начал делать упражнение какое-то. И она или он ждали немедленного результата. И каждую секунду проверяет, получается, не получается. Да, надо было подождать немножко, подождать немножко, полторы-две минуты дали, и вдруг у него бах, и получилось соответствие. И она вышла на это состояние. Ну, посмотрите, вчерашний ликбез. Очень интересно, да. И прямо на глазах происходит вот это раскрепощение. Вот это детали. Трансформация. Да, это детали, эти нюансы, это же технология. Да, технологий, которой в мире нету, да. Алгоритм такой интересный. А вот сейчас мы будем делать вебинар, вообще улет будет, вообще улет будет. Ну, вебинар мы, наверное, завтра объявим. Наверное, через дней пять сделаем, пять-шесть вебинар. Новый выход. С учетом, потому что, почему мы, когда делаем каждый вот этот выход, мы же с обратной связью, мы же набираем опыт, метод же развивается, совершенствуется. И сейчас очень много участников, очень много участников. И вот эти вот моменты, вот эти вопросы, которые там возникают, и мы отмечаем, что, оказывается, надо было бы сказать, чтобы сразу было понятнее. И вот это все фильтруется, совершенствуется, а иначе как? Методы так и развиваются. Я хочу все-таки еще там насчет страхов сказать, потому что очень много людей просто не знают о том, что страхи у них не по психологической причине, а по сосудистой причине. И они пытаются там психологические тренинги проходить, там психотерапевтам ходить, там пить какие-то препараты, а у них ничего не получается. Оказывается, сосуды барахлят. Ну, вот об этом тоже я хочу сказать на следующем вебинаре. Да, и все пойдет, другая стратегия жизни появится. Конечно. До встречи, друзья. Да, пока. До встречи, да? До встречи.